Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск в студии Кристина Кучи и в начале коротко о главных темах уходящей недели. Большие счета до 90 тысяч выходили за установку приборов учета. В администрации состоялась 33-я очередная сессия Каннского городского совета депутатов, на которой глава города Андрей Береснев отчитался о результатах деятельности администрации за 2023 год. Вообще, как губернатор за счет, мы закончим по данным направлениям. Практически 250 миллионов рублей в этом году будет потрачено на ремонт дорог в Каннске. Среди них улица Яковенко, Герцена, Москвина, Московская, Сибирская, Транзитная, Амуромская, Декабристов, переулок Тарайский, а также мост через реку Тарайка. Не пройти ни в школу. Дети каждый день ходят в школу. Тут не пройти. Частный сектор Каннска утопает в грязи. Местные жители с трудом добираются к своим домам, а дети порой не посещают школу, так как не могут преодолеть грязевой путь. Расстояние от жилых построек, от лесного массива. Соответственно, как сжигать мусор. Наступает пожароопасный сезон. Каждый год в Каннске и Каннском районе происходит неконтролируемый пал сухой травы. Пожарная охрана вышла с противопожарными памятками к жителям города. В Канск прибывает передвижной консультативно-диагностический центр «Доктор Война Ясенецкий». С 20 по 22 апреля на станции Каннский-Несельский пройдет прием врачей-специалистов. В больших перспективных планах это, конечно же, строительство нового стационара детской больницы. На неделе Каннская межрайонная детская больница отметила свой полувековой юбилей. В честь этого события в городском Доме культуры прошел душевный и трогательный концерт с участием детских творческих коллективов. Адаптационный период проходит очень быстро, ну в течение двух-трех недель. В 27 детском саду малышей готовят к дошкольным будням. На базе учреждения работает детский родительский клуб «Карапузы», который помогает детям в будущем быстрее пройти адаптацию в новом обществе. Сегодня на базе Центра занятости населения Каннска прошла Всероссийская ярмарка трудоустройства «Время возможностей». На мероприятии присутствовали более 10 работодателей и представляли более 200 вакансий. На ярмарке представлены самые востребованные вакансии из разных сфер, таких как производство, услуги, энергетика, строительство, сельское хозяйство и другие. Работодатели презентовали свои предприятия и детально рассказали о возможностях, которые могут дать соискателю – переобучение, меры поддержки, официальное трудоустройство, плата за переработки и так далее. Не только работодатели Каннска и Каннского района присутствовали на мероприятии, были также с Тайшета и Красноярска. Здесь мы строим автозаправочный комплекс на Московской горе «Роснефть». Заказчик «Роснефть» мы являемся подрядчиком. Почему сюда обращаемся? Потому что выгоднее задействовать местное население, чем нам везти с Красноярска и так далее. И все-таки вакансии для местных жителей появятся. Нам требуется машинист-экскаватор, машинист-погрузчик, электромонтер, подсобные рабочие, газоэлектросварщик. Посетители, которые хорошо знают, чего хотят, смогли прямо на месте пройти первый этап собеседования. В свою очередь для тех, кто еще не совсем уверен в себе, карьерные консультанты провели тренинги по самопрезентации и составлению резюме. Горожане отмечают, такие ярмарки вакансий хороши тем, что у соискателя появляется возможность в одном месте пообщаться с несколькими работодателями, оценить предложенные варианты и тут же найти работу по душе. Я нашел объявление в соцсетях, что здесь будет ярмарка, пришел, прошел на ярмарке, просидел, посмотрел вакансии. Его пригласили на завод металлоконструкции работать. Я не знал, что я хотел еще. Но сейчас я помню по своим условиям, мне по графику нужно было. Но я по графику нашел все, нашел, что мне нужно. Пятидневный рабочий день будет, до пяти часов, мне это устраивает. Во всероссийской ярмарке трудоустройства приняли участие и студенты профессиональных образовательных учреждений города. Молодежь с любопытством изучала мир профессии. Одни пришли сюда для общего саморазвития, другие хотели попасть в кадровый резерв работодателей. Я пришел на площадку трудоустройства. Мне просто интересно, так как я люблю получать знания, и для меня это составляет большой интерес. Для чего именно, не только для саморазвития, но и также рассказать другим, чтобы тоже стремились как-то разнообразить свою жизнь. То есть не только, вот большинство сейчас молодежи, они просто сидят в телефонах, им ничего не интересно. А так я хотя бы сам расскажу, и может их сам заинтересует. Зал заполнен посетителями, у каждого разные цели. Под любые задачи и требования людей в центре занятости найдутся решения. У нас сегодня еще работают различные площадки. Площадка, которая будет людям помогать определяться с профессиональным в дальнейшем своим обучением, если они хотят сменить профессию или получить профессию. В службе занятости порядка 400 человек обучает в год за счет средств бюджета. Да, и эти люди, получая новую профессию или повышение квалификации по своей профессии, уже более конкурентоспособны на рынке труда, и их охотнее берут работодатели. Вот эта площадка по обучению у нас сегодня тоже работает. А также наши специалисты работают по всем услугам службы занятости, готовы проконсультировать. Готовы проконсультировать по нашим новым цифровым сервисам – это портал «Работа в России». То есть, как подавать заявления, как услуги получать через портал, как вакансии смотреть самостоятельно из дома. Всероссийская ярмарка трудоустройства «Время возможностей» проводится в России второй год. В прошлом году был дан старт этому мероприятию, которое хорошо зарекомендовало себя и оказалось эффективным инструментом как для профориентации и трудоустройства соискателей, так и по подбору необходимых кадров для предприятий. Сегодня прошел региональный этап, а уже 28 июня состоится второй этап – федеральный. Татьяна Тункусев, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», Пятый канал. Корректор А.Кулакова В Березовском районе произошло смертельное ДТП. Как рассказали в ГИБДД, все случилось накануне вечера. Водитель Ниссана после съезда в кювет вылетел через лобовое стекло и погиб. Госавтоинспекторы настоятельно рекомендуют пристегиваться ремнем безопасности и выбирать скорость, которая позволит контролировать дорожную ситуацию. Житель Канска, который планировал заняться запрещенным бизнесом, отправился в колонию строгого режима на 6 лет. Мужчина не только хотел подзаработать на распространении наркотических средств, но и взять порцию для личного употребления. Но стражи порядка не дремлют и изначально вели оперативную слежку и поймали злоумышленника на второй закладке. Во время личного досмотра задержанного полицейские изъяли 16 свертков с порошкообразным веществом и медицинский шприц, наполненный полупрозрачной жидкостью. В ходе изучения информации с изъятого у него телефона оперативники обнаружили фото с географическими данными о месте тайника, где был спрятан первый сверток с наркотиком. Всего у несостоявшегося сбытчика было изъято более 10 граммов запрещенного вещества. В Сосновоборске няню подозревают в избиении 8-летней девочки. В полицию обратилась 41-летняя норильчанка. Она рассказала, что ее дочь избила няня. Такая же информация о зафиксированных травмах сотрудникам ОВД поступила из медицинского учреждения. Полицейские выяснили, женщина с ребенком приехала на лечение и временно проживала в Сосновоборске. Пока женщина лежала в больнице, ребенок был с няней, которую нашли через знакомых. Спустя несколько дней после госпитализации, общаясь с дочерью по видеосвязи, женщина заметила синяки на ее теле. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Больше года в Каннске ведет прием граждан представитель уполномоченного по правам человека. Сегодня в рамках рубрики «Гость студии» мы поговорим с Екатериной Филипповой о результатах ее работы. Екатерина Николаевна, здравствуйте. Для начала давайте напомним жителям, кто вообще такой представитель уполномоченного по правам человека. Здравствуйте. Правовую основу деятельности уполномоченного по правам человека и представителя уполномоченного по правам человека составляет Конституция Российской Федерации. Дожность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации учреждена в целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и свобод граждан. их соблюдение и уважение государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. Уполномоченный его представитель независимы, неподотчетны каким-либо государственным органам и должностным лицам. К полномочиям представителя уполномоченного по правам человека относится сбор жалоб от населения по вопросам нарушения их прав и законных интересов, органами государственной власти и их должностными лицами. Уже больше года вы ведете прием граждан. Расскажите, с какими жалобами чаще всего обращаются люди и какие положительные результаты были получены? За период моей деятельности в лице представителя ко мне обратилось более ста человек. Это были и личные встречи, и консультации в телефонном режиме, и выезд гражданам маломобильным на дом. Всем обратившимся была оказана необходимая помощь. Ни один вопрос не остался без внимания. Бывает и такое, что люди приходят просто за поддержкой для того, чтобы высказаться и найти понимание. Вообще в последнее время основная часть обращений поступает от родных и близких участников специальной военной операции. Аппарат уполномоченного по правам человека оказывает помощь в поиске пропавших без вести, а также ведет работу по обмену военнопленных. Оказывается, любая посильная помощь. Работа очень сложная, напряженная, но аппарат делает все, что от него зависит. Екатерина Николаевна, давайте еще раз также напомним людям, что может послужить причиной для обращения к представителю уполномоченного по правам человека. Причиной для обращения может послужить любой вопрос, связанный с участниками специальной военной операции и с их семьями. А также в случаях, если права человека были нарушены действиями государственных органов, если законные интересы и права граждан ущемлены действиями или бездействием должностных лиц государственных органов. Ну и в конце нашего разговора хотелось бы напомнить горожанам, где вы ведете прием и необходимо ли иметь при себе какие-то документы, возможно. Прием граждан осуществляется каждый четверг в библиотеке имени Чехова с 16 до 17 часов. При себе необходимо обратившемуся иметь паспорт и документы, относящиеся к его вопросу. Екатерина Николаевна, спасибо за беседу. Я надеюсь, нашим телезрителям она будет полезна. Ну а я напоминаю, что гостем нашей студии была Екатерина Николаевна Филипова, представитель уполномоченного по правам человека в Канске. Полюбившийся многим обувь из Беларуси, которая стала настоящим спасением для ног с особенностями, продолжает работать в нашем городе. Обувь для проблемных ног – это идеальная пара обуви для людей, которые испытывают трудности в подборе идеальной обуви. Она обладает удобной посадкой, обеспечивает свободное движение в течение всего дня. Все модели, что представлены на выставке, не только обеспечивают комфорт, еще они выглядят стильно и модно, поэтому вы всегда будете чувствовать себя уверенно, независимо от сезона. Данная модель смотрится роскошно и дорого, при этом очень практично в носке. Здесь предусмотрена регулировка полноты обуви с помощью шнурка, а для удобства надевания – замок. Пяточные зоны имеют дополнительную защиту от продавливания. Также у модели анатомическая колодка, которая плавно распределяет нагрузку по всей стопе. Подошва из качественного каучука, легкая, прочная, не стирается и не лопается при сгибе. Метод крепления – литьевой. На выставке предложены самые разнообразные модели. Классические прямые линии, геометрически выдержанные фасоны – основа современного образа. Каждый покупатель сможет подобрать для себя ботинки на весну, а также приобрести пару летней обуви, на которую остались цены прошлого года. Качество, комфорт и уверенность – вот что постоянно притягивает покупателей, и они снова и снова возвращаются на ярмарку белорусской обуви. Я мужу две пары приобретала зимних сапожек, себе сапожки приобретала, потом шлепанцы приобретала. Очень нравится, очень мягкая и не скользкая, главное. Я всю зиму проходила с удовольствием. И по качеству все сапожки? По качеству все, да. И муж очень доволен. Особое внимание заслуживает широкий размерный ряд – женские от 36 до 43 и мужское от 40 до 49. Ярмарка находится в торговом центре ЦУМ по адресу улица Московская, 55. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Успевайте приобрести удобную пару обуви, ведь выставка продлится до 15 апреля. И в завершении выпуска о погоде на предстоящие выходные. По данным прогнозам синоптиков, в субботу днем солнечно. Температура воздуха будет придерживаться отметки плюс 5 градусов. А в воскресенье хоть и потеплеет до плюс 10, но при этом ожидается дождь и пасмурная погода. По ночам уличные термометры горожан будут показывать минус 1, плюс 2 градуса. На этом у нас все. Сразу после выпуска новостей вас ждет рубрика «Полезно знать». С вами была Кристина Кущ. Всего доброго. До свидания. Мы обеспечиваем качественными запчастями всю восточную группу районов. С нами надежно. Все в одном месте? А разве такое возможно? С магазином «Рассвет» возможно все. У нас огромный ассортимент товаров для вашего сада, дома и огорода. Здесь представлено более 2000 наименований семян, овощных и цветочных культур, лук-севок, удобрения, стимуляторы, грунт для любой растительной культуры, средства от вредителей, кассеты, пластиковые и торфяные горшки, ящики для рассады. Полезным магазин будет тем, кто ищет садовые инструменты. Тут вы найдете все – от культиватора до мотоблока и садово-ручного инструмента. А также в продаже имеются теплицы, парники, укрывной, пленка. Большой ассортимент инженерной сантехники, комплектующих теплый пол, маты и коллекторная группа. Фитоосвещение. Важно, что все собрано в одном месте. У нас приемлемые цены и специальные бонусные программы. Также действует рассрочка на три месяца. Город Канск, район поселка Рассвет, улица Центральная, Труд, дом 1. Город Канск, район поселка Рассвет. Город Канск, район поселка Рассвет. Рассвет.